Доброе, доброе, доброе. Семь утра. Сегодня у нас опять день сурка. Сейчас мы будем кормить собаки наших с ватиной кашей. Прочитал сообщение однообразие. Я знаю что однообразие. Жизнь она однообразна. Как живем так и снимаем как день проходит. Так собаки тут при костях. Мама раненько утром дала собакам эти косточки обгрызают. По идее когда собаки грызут кости, к ним не подходить. Кушай, никого не слушай. Каша получилась как раз немного вот погуще, но она не слишком густая. Сейчас это наложу. На, потом кости загрызешь. Кстати, хоть и у кошек есть, но вкусный жигулер. О, ешь давай. Кушай. Иди кушай. Кукаешь. Рубай давай. Вкуснятина. Ой, какая она тяжелая. Я наверное одной рукой не утащу или утащу. Ешь давай. Так, пойдем короче попроведаем мурашку. Тучи у нас ходят к Мура над горизонтом. В принципе, я сейчас еще и кошкам. Кошки-то уже пожрали. Кошки тут сидят, уже поели. Сейчас им еще и туда ложечку. Кстати, ветер поднимает. Ветер. Кеша-меша. Смотри, какая вкуснятина. Во! Рубайки. Так что, это и есть однообразие. Однообразие жизни. Да. Смотрите, ветер какой поднимается. Что? Ты там скачешь? Бегаешь-прыгаешь? Скакаешь? Да. Скачешь? А тебя любят. Тебя подписчики любят. А тебе, 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 тебе. А тебе, тебе, тебе. А тебе, тебе, тебе. На. Так. Так. А где косточки? Затаривай у вас или косточки? Нет. Кошка вкусная? Полезная. Скубай, кашка. Так. Так. Вот такое у нас утро. Идем ставим в холодильник. Так, что? Как-то так. Как-то так. Так, что мы сегодня будем делать? Да, ничего, в принципе, наверное. Ходить туда-сюда будем. Да? Кошатня. Ну все, идем домой. Ну. В общем, вот такой у нас завтрак. Ружки поджаренные. Мама с отцом уже покушали. Собаки накормленные. Коски накормленные. Коски накормленные. Я уже почти десять часов. Так. Я ела это. Там же есть и творила я. Вот эти вот пюрочки с баклажанами. А, пюрочки с баклажанами? Да, не такие чупа. В общем, завтрак. Ну, вот такой завтрак. Сейчас пойдем, кофейка попьем. А куда у нас это? Нормально. Для того не жарко. Не жарко, но дождик. Где-то там у нас что-то пликап-пликапнуло и все. Ну, сегодня будет гонять. Сегодня поливать, наверное, не надо. Наверное, будет дождь. Ну все, будем завтракать дальше. А, Сергеич, а что ты делаешь? Да вот нагар со сковороды. Чтобы лучше температуру брала и жарила. Вот это все в старую накидь. Это газовым волнчиком, да? Чисто. Да, волнчиком. Прокрылял. Я не помню, но сейчас я разверну горячее. Да, кипяток ты что? Кипяток. Бьется горелка такая. Ага. Включаем. Поджигаем. Прибавляем. Ааа. И обжигаем. Обжигаем подольше. А потом это все состребаем. В общем, отец занимается сковородой. Так, посмотрим, чем там мама занимается. Она варит, сварила супчик. Мама тут рыхлит земельку. В общем, занимается в огороде. Подрыхливает кабачки, морковку и прочее. Капусту. Ну и лишние сорняки избавляются от лишних сорняков. Рыхлим. Так, я чем занимаюсь? Я занимаюсь опять банально сборкой ягоды. Потом перейдем мы уже на вишни. Это потом уже попозже. Собираю в общем ягодку. Ягодку, ягодку, ягодку. Столько я уже набрал. Одну треть ведерка. В общем, собираем, собираем. Каждый день мы собираем ягоду. Пока дает. Да птички покоцали много. Каждый день в общую кассу. Собираем и все. Ладно, пока камеру поставлю. Светете, светете. Во! Уже первые эти. Тыква. А-на-на. А-на-на уже. А-а, тыковка. Ну, фокус. Фокус, фокус. Видно, видно тыква. Скоро будет тыква. Все, пока камеру ставлю. Все заняты делом. Так. Зашли мы домой. Теперь надо и перекусить. Мама, смотри, вот такой супик. Мы его не снимали. Здесь что вообще? Так. Здесь, значит, картошка молодая. Морковочка. Это я поварила. Здесь у меня... Короче, или клетки, или фрикадельки. Рыбная. Ну, они как-то не похожи ни на то, ни на другое. Эта поварилась. Я... Что я делала? Фарш рыбный. Здесь у меня в данном случае есть селедка. Басильница перекрутила. Это все туда. А, это фаршки сделали. Да. Туда одно яйцо. Че еще тут скинуло яйцо. Ложку муки. Это все. Это поварилось. И я так кидывала. И зелень. И зелень. Не снимали, как мама готовила. Да. Ну, вот такой суп. Так, домашний майонез. Да. Ешь. Сейчас. А то время уже первый час. Ну, он получился у меня густоватый. Этих. Много фаршу. Много было. Ну, на клетки не похож. Фрикадельки. Что-то среднее. Не что. Короче, рыбные фрикадельки. Да. Ну, рыбный супчик такой. Сейчас попробуем ответы. Зеленый лучок, укропчик. Ну, худенький. Надо что-то варить. Что-то есть. Горячий он еще. Он горячий. Горячий он. Мм? Только что творится. Муку не добавляла? Нет. Лук, репка, фарши. А здесь зеленый лук и зеленый укроп. Лаврушка. Все. А лук, большую луковицу он скрутил на мясорубке. Вот такая луковица репка. Там в самом фарш. Там достаточно. Ну, на вкус примерно как рыбные котлеты. Ну, разные котлетки. Только там жареные котлеты продают рыбные. Это морковочка маленькая. Ну, просто они такие крупненькие. Его много было. Это я скриваю. Ту-ту-ту-ту. Вот так. О! Какой большой. Рот открывает. Надо остудить горячее. Что-то не едим. Ну, пойдет. Похлебаем. Ну, все. Там у меня еще осталось. Это филе рыбное. В общем, это можно с любого сделать. Перекрутить и доделать. Шкатырьки дотворить. Вот так вот. Что-то все грядки там порыхлило, да? Да, я что-то была. Да, маленькая. Что-то у меня есть. Это. Первая тыква уже у нас появилась. А? Первая тыква уже у нас появилась. Да, они маленькие. Там я посмотрела. Это. Вот здесь вот сидят пустовые четыре кабачка. И они должны быть желтенькие. Я вот посмотрела, что-то они не цвели. Кабачки, они еще не цветут. Но, пока я там это обрывала листики, то это подрыхнула маленько. Вот такой маленький уже кабачишка. Вот такой чудошный. Желтый-желтый. Я не знаю, почему они не цветут. Они должны цвести. Уже есть, да? Ну, вот так кустенький. Я прям не повидела так. А там потом тыкву. Она начинает не цвести. Она плетистая. Я потом это... Может, сорт такой не цветущий. Я покупала цукини, кабачки. И вот желтоплодные. Вот эти вот небольшие, кустовые. Они грамм по 800, наверное. Такие. Я, в принципе, цукини мне не нравятся. Ну, где-то я по картошке воткнула их там. Ну, не знаю, что там. А там... Это... Подальше. Ну, это... Потом тыкву, чтобы она сильно не плеть. И она будет вообще пускать. Я ее потом это... Заломаю. Чтоб она у меня шла не вперед, а по бокам были отверстия. А? Я вчера не снимал, как поливая. Короче, в картошке вылезла какая-то... Я хотел палочку поставить, чтобы потом не сетовать. Что-то позднее вылезло. Или цукини, или тыквы. Это цукини. Это цукини. Она сидела. Я не поливал то место уже сколько. И там подсолнухи маленько. Вылезла. Месяца два сидела, наверное. Не вылазила и вылезла. Не знаю. Может тыква какая-нибудь там. Но там не все повылезло. Господи. Там надо опять пробежаться. Пока что... Сама по себе. А? Сама по себе вылезла. Никто не поливала. Как что-то не поливала. Дожди-то поливаю. Ну дожди только. Я то место-то не поливаю. А она смотрю вылезла. Думаю, заметил. Думаю. Нарисовалась. Так, вишню. Что, когда вишню? На той неделе? Вишню на той неделе. Начнешь потихонечку. Это где уже спелая. Как раз еще недельку, через недельку там уже. Не все, конечно, какая спелая. Надо банки готовить. Приготовить. Я хочу нынче лучше ее отбирать. Я буду ее мыть. Косточки, как обычно, я буду вытаскивать. Потому что я буду вся в вишневом соку. Но я отдельно отжимать буду ягодки. Отдельно сок сливать. Отливать. И вот эти вот ягодки я не буду. Я попробую нынче просто отварить это. Отжатые ягодки без косточек. С сахаром. Просто я их буду засыпать и буду варить. Ага. А это, что замораживать будем? Да, я замораживаю, я косточки убираю. Но я как дедовским способом сижу. Каждую вот эту вот вытаскиваю. А сок буду потом сливать отдельно. А мы сварим просто с сахаром. Будет у нас сок. В баночке потом это остужать и выливать. Ладно, в общем, будем кушать сейчас. Тоже придет Васильевич будет кушать до этого. Вот такой вот у нас обед. Ролик продолжается. Потом будем заниматься ягодой. Долгомуторно. Чисто посвятим ягоде. Чтобы зимой было много вишневого варенья. Вот это все. Нет, не только вишневого. Такого, потому что нам нужно вишневить. Нам это... А чтоб хоть какое-нибудь было варенье. Вот щитовидки и сахар. Хоть какое-нибудь было варенье. В общем. Да у нас нынчаная она мало будет. У нас сжималась немножко, наверное, на литра четыре. Да. Иргу мы не будем варить так. Вишневое будет много. А там посмотрим, как это может еще ягоду надо какую-то купить. Что-то сварить. В общем, ролик продолжается. Повидло какое-нибудь. В общем, ребята и девчата. Забыл я когда-то прикрутить жердочку. Вот нашел. Прикрутил на вот такой уголок. Во. Сейчас полезем, короче. Забыл. Птички же должны садиться. Видели свой домик. А так они пролетают. В общем. Идем. Так. Я не знаю, я не поднимался. Достану или нет. Посмотрим, достанем или нет. Мы достанем. Попробуем. Как он пихо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok это вкусно аппетитно ставим назад в общем будем езда я пока делать короче в планах нечего все что я планировал сделал вообще имея иду по дому теперь просто живем как обычный квартирный человек жиром до спины смотрим телевизор сидим тыкаемся в компьютеры пока так принципе как человек проживающий в квартире че пока только так делать нечего отпуск домашняя с матерью будем что-нибудь завтра готовить приготовим поджарилась поджарки на поливать на нас сегодня не буду не хочу дождик пройдет пройдет немножко по полет не знаю может дожди натянут если что завтра утром когда то это у нас такой этот завтрак идет ой какой завтрак ужин уже у нас ужин идет время на кстати 4 часа вечера ровно 4 часа блин или идти поливать мне надо все таки полить сходить завтра раненько схожу по воду пока не жарко за питьевой водой блин у меня валится только на камеру когда я на так никогда не это не снявчиков вот этих ничего не это в общем жиром доспим так вот внимание там рецепты смотрит мама нет она из старых книг выписывает себе что еще приготовить в основном все путние рецепты они были самым как объяснить не повторяющиеся рецепты их штук 200 самые первые рецепты кулинарные это когда она готовила больше двухсот рецептов они не повторялись там уже когда за 200 шли в общем жиром жиром у нас же еще это я думаю завтра наверно может начать помаленьку вишню отбирать или пусть еще стоит кстати ягоды будет я так думаю много в наших краях нынче вообще сибири думаю потому что по улице вот у кого посажена вишня малина вся слива слишком много плодов острая так что ягоды будет много но опять будут участники торгаши будут ныть чтобы цену то на ягоду поднимать скажем ягоды малина вот когда пойдет голубика брусника думаю ягоды тоже будет много будет будут ныть ягоды мало урожая нет ну это чтобы цену цену держать высокую соку да Все кушать, наверное, не будем, да? Ммм, хороший этот салатик, сверху добавленный салатик, лечо вот это с баклажанами, горчица крепкая, аж пробивает. По мозгам. Да. Когда ем я глухонем, да? Хлеб надо доить, кусочки не оставлять, да? Так что жиром, ходим, ну и все. Пока все. Новости смотрим. Там новости в основном про политику, ну если не политику не брать, в европейских странах засуха, высыхают водоемы. Парада различные, митинги. Ммм, очень вкусно. Кышка наставит. Кышки не будут, кышки зажрают. Ммм, очень вкусно. Кышка наставит. Это у нас был до ирви до ирви. Ох. Ммм, очень вкусно. Ммм. Ну вот и все. Хлебушек сюда же. Так, это у нас был, сейчас я покажу поближе, вечерний диетический ужин. Ужин, ужин, вот так вот у нас ужин выглядел. Да. Вот и наш ужин, что осталось от ужина. Ой, ладно. Будем жрать, доходить вокруг до логова. Вокруг до логова. На камеру. Ладно, ребята и девчата, с вами был сынуля красотуля. Отец, ну и мамуля. Все, всем пока-пока. Еще увидимся. Сейчас я рожки отдам кошкам. Налив чай, включу телевизор, буду смотреть телевизор. Надо добраться. Продолжение следует...